Библейский портал экзегет.ру представляет Евангелие от Иоанна, пятая глава для библейского портала экзегет. Я читаю свой собственный перевод. Ну и у нас вот начались истории про исцеление. Четвертая глава заканчивалась исцелением мальчика, который даже находился в другом городе. А в пятой у нас будет в Иерусалиме снова встреча. Иерусалим, естественно, центр и духовный, и политический, и всяческий для иудеев. И на праздники туда приходили паломники. Иисус тоже разделял этот обычай. Наступал иудейский праздник, вероятнее Пасха, но не названо точно. Иисус отправился в Иерусалим. В Иерусалиме у овечьих ворот есть купальня. По-еврейски она называется Бет-Изда, и в ней есть пять галерей. Бет-Изда или есть варианты Бет-Зата, Бет-Сайда, но вероятнее все означает Дом Милости. То есть, может быть, это тоже такое место, где собирались всякие больные люди. И в ней было пять галерей. Видимо, по периметру четыре, одна разделяла купальню на мужскую и женскую часть. В них лежало множество больных, слепых, хромых, парализованных. Временами ангел Господень сходил в купальню и вызывал волнение воды. И вот первый, кто входил в воду сразу после волнения, исцелялся, чем бы не был прежде болен. Это у стиха, кстати, во многих рукописях древних нету. Это, видимо, объяснение, которое добавили. Но без него действительно не все понятно. И вот был человек, который провел там болезни уже 38 лет, и Иисус его увидел. Он знал, что этот лежащий больной находится там уже долго. И вот он его спрашивает, хочешь выздороветь? Такой немножко вопрос, который звучит издевательски, не правда ли? 38 лет там человек лежит и уж, конечно, хочет. Но больной ему ответил, господин, нет у меня помощника, который бы спустил меня в купальню, когда волнуется вода. Пока я туда берусь, кто-то уже спустится прежде меня. То есть, вот смотрите, он устанавливает, как женщины в предыдущей главе, у которой он просит пить. И здесь он задает очень простые вопросы. Человек, реагируя на этот вопрос, собственно, устанавливает какие-то отношения с Иисусом. Ну, и мы понимаем ужас положения этого человека, да? Никто за ним не ухаживает. Он там находится очень долго, и вроде как руку протяни, и ты исцелен, да? А с другой стороны, вот как раз этого-то и не произойдет. Никогда, очевидно, потому что, видимо, он еле-еле передвигается, и никак он не попадет туда первым. Ну, и Иисус ломает сценарий. Говорит ему Иисус, вставай, бери свою постель и иди. Этот человек сразу же выздоровел, взял свою постель и пошел. Тот день был суббота, и иудеи стали говорить исцеленному. Сегодня суббота, ты не должен носить постель. Ну, в субботу запрещено все, что напоминает работу, в частности, переносение грузов. Тот им ответил, кто сделал меня здоровым, тот мне и сказал, бери свою постель и иди. Они его спросили, так кто же тебе сказал, бери и иди? Смотрите, две реакции на чудо. Сам человек безоговорочно верит, да? Но еще бы не поверить, 38 лет страдает. И, наконец, ему удалось, хотя бы, может быть, он еще даже не уверен, что это произойдет, но вдруг. А те, кто его спрашивают, их вообще не интересует чудо, да? Их интересует нарушение субботних запретов. А человек, который был исцелен и сам его не знал, Иисус уже растворился в толпе, что была вокруг. Но затем Иисус нашел его в храме и сказал ему, теперь ты здоров, смотри, больше не греши, чтобы не случилось с тобой чего похоже. Вот, смотрите, он нигде не говорит о связи между его прошлым заболеванием и прежними грехами, да? Он не говорит, это тебе за то, что ты там много грешил, да? Ну, мы знаем, и есть там целая история о слепорожденном, что, в общем, связь непрямая между грехом и заболеванием, иначе бы все было слишком просто, да? Нагрешил, тот же заболел, и наоборот. Вот, но что, в принципе, вот греховная жизнь способна привести к болезням, да, это он ему говорит. Тот человек отправился к иудеям, но мы уже много раз говорили, что это верхушка, да, духовная руководитель. И рассказал им, что исцелил его именно Иисус. Иудеи стали преследовать Иисуса за то, что он сделал это в субботу. Иисус им отвечал, отец мой никогда не оставляет усилий, и я тоже. Смотрите, он мог бы с ними начать спорить о правилах исцеления на разных других вещах. Вот обычный аргумент у синоптиков, который мы видим, когда он исцеляет в субботу, что это хорошее дело, и в субботу надо делать хорошие дела. Да, в частности, освобождать человека от его болезни. Но здесь он говорит по-другому. Отец не оставляет усилий, о Боге говорит, да. И теперь иудеи еще больше стремились его убить, ведь он не только нарушил правила субботы, но и называл своим отцом Бога и так равнял себя с Богом. А разве человек не должен подражать Богу, по крайней мере, в той степени, в которую он это может сделать? Вот любой человек, если он верит в Бога, если он считает Бога благим, разве он не должен творить его дела, да? Но вот для этих людей правила о субботнем покое становятся важнее, выше того, кто это правило дал, Бога. В ответ Иисус говорил им так. Аминь, аминь, говорю вам. Ну, аминь – это истинно. А сын сам по себе ничего не может сделать, если только не увидит, как это делает отец. Что он сделает, точно так же станет делать и сын. Ну, это из практики воспитания детей. Там отец плотника, он учит плотникам быть и своего сына. Но здесь понятно, что это про другое. Ведь отец любит сына и показывает ему все, что делает сам, и покажет как можно больше тех дел, к вашему удивлению. Как отец воскрешает мертвых, возвращает их к жизни, точно так же хочет возвращать к жизни и сын. Отец никого уже не судит, но весь суд передал сыну, чтобы все чтили сына, как чтут отца. А кто не чтит сына, не чтит и отца, который его послал. То есть он еще больше и больше даже укрепляет этих людей в подозрении, что он Бога называет своим отцом и себя делает ему равным. Вот видите, мы наблюдали, как Иисус уходит из Иудеи, когда до Иудеев доходит известие, что у него много учеников. Вот там, где непринципиально, он избегает конфликта. А там, где ситуация принципиальна, наоборот, его может даже обострять. Подчеркиваю ровно то, что их раздражает. Аминь, аминь, говорю вам, кто послушан моему слову, уверен тому, кто меня послал, тот обрел вечную жизнь и не подлежит суду. Он перешел от смерти к жизни. Аминь, аминь, говорю вам, что настает час и уже настал, когда мертвые услышат голос сына Божьего, а услышав оживут. Можно здесь удивляться, в каком смысле оживут мертвые, пока еще никто не ожил. В тексте нет пока воскрешения, есть исцеление. Но можно говорить, что это духовно мертвые, а можно говорить о том, что этот час уже настал, просто оно еще грядет в ближайшем будущем. Но эта эпоха уже открыта. Отец содержит в себе жизнь, и точно так же он наделил сына даром содержать в себе жизнь. Отец дал ему право совершать суд, потому что он человеческий сын. Не удивляйтесь этому, ведь настает час, когда все, кто в могилах услышат его голос. Ну вот, опять здесь уже прямое это указание, да. И те, кто творил добро, поднимутся для жизни, а те, кто творил зло, поднимутся для суда. Сам по себе я не могу ничего делать. Я творю суд лишь потому, что послушен, и суд мой праведен. Ведь я стремлюсь исполнить не свою волю, но волю того, кто меня послал. Ну вот, такая очень гладкая, выверенная речь. Здесь даже вряд ли нужно что-то многое комментировать. Но, тем не менее, основной смысл, наверное, я еще раз назову, что сын творит то, что его послал делать отец. И вот как раз это принципиально, да, вот тут компромиссов не будет у него. Если лишь я сам свидетельствую о себе, ну то есть заявить кто угодно, на чем угодно может, если лишь я сам свидетельствую о себе, такое свидетельство не истинно. Но обо мне свидетельствует другое, и я знаю, что свидетельство, которое он приносит обо мне, истинно. Вы же сами отправляли посланцев к Ивану, и он дал истинное свидетельство, когда они приходили к Ивану Крестителю, и тот говорил, что идущий за мной, он выше меня. Впрочем, свидетельство от человека мне и не нужно, но я это говорю ради вашего спасения. То есть для вас это нужно. Иван был светильником, что горит и сияет, и вы захотели хоть ненадолго порадоваться при его свете. Есть у меня свидетельство важнее Иоаннова дела, которые мне доверил совершить отец. Те самые дела, которые я творю, они свидетельствуют, что меня послал отец. Отец, который меня послал, он и дал свидетельство обо мне. Ну, то есть вот эти исцеления, это и есть свидетельство от отца. Но вы никогда не слышали его голоса, не видели его образа. Не обитает внутри вас слово, потому что вы не поверили в того, кого он послал. Вы изучаете Писание, ведь вы считаете, что они для вас источник вечной жизни. А ведь они свидетельствуют обо мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы обрести жизнь. Ну вот, понятно, все достаточно гладко, но обращаю внимание, что вы изучаете Писание, но не хотите прийти ко мне. То есть можно довольно хорошо знать тексты, но при этом эти тексты не приводят к личным отношениям с Богом и в результате, а какой смысл в этом знании. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы обрести вечную жизнь. Людской слова мне не нужно, но вас я знаю, любви к Богу у вас нет. Я пришел во имя своего отца, а вы меня не принимаете. А если кто придет от собственного имени, того вы примете. Ну, очевидно, потому что человек будет говорить какие-то приятные для них вещи. Как же вы можете поверить, когда вы принимаете похвалы друг от друга, а похвалу от единого Бога получить не стремитесь? Не думайте, что это я обвиню вас перед отцом. Есть у вас обвинитель, это Моисей, на которого вы так надеялись. Ну, то есть тот, кто передал законы, значит, Иисус утверждает, что в Моисеевом законе уже все самое главное сказано. «Если бы верили Моисею, поверили бы и мне, ведь он писал обо мне. Раз вы не верите тому, что написал он, как же вы поверите моим словам?» Ну, о реакции на эти слова мы толком ничего не знаем. Наверное, она была не очень хорошей. А в следующей, в шестой главе, появятся чудеса. И вот чудеса, которые, с одной стороны, доказывают истинность этих слов, а с другой стороны, тоже что-то открывают о личности самого Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok